Прежде всего, хочу сосредоточиться на основных местах. Мы будем говорить о новой стандартной неодевантной химиотерапии, когда речь идет о тройном негативном раке молочной железы. Мы рандомизировали их, и была химиотерапия. Дальше были режимы неодевантной терапии, и была также группа плацебо. И результаты этого клинического испытания просто поражают. Мы очень четко видим все преимущества, которые пациенты видим, когда мы к стандартной химиотерапии добавляем от дельта в уровне ПЦР, очень впечатляет. И более того, эффект добавления введен во всех подгруппах пациентов, когда речь идет о стадусе ПДЛ и СПС. СПС – это предиктор не только чувствительности к тубикрону, но и также чувствительности к любому типу химиотерапии. Вы видите группу с самым высоким уровнем СПС. У них самый высокий уровень комплексного патологического ответа после неодевантной терапии. Это интересно, но это не работает на этом золу. Мы в этом исследовании неодевантной терапии добавляли это заметным неодевантом при тройном негативном раке молочной железы. Химиотерапия делилась на неодевантную часть и неодевантную. Кабоплотимин и на пассидоксин некоторые получали от изозомидан и хирургии, и затем после этого стандартный одевант. Здесь вы видите, что никакого преимущества не было, когда мы добавили эти золу к неодевантам. Даже те, которые были ПДЛ-1 позитивны, у них было слегка лучшее состояние, но результаты статистически незначимы. Все больше и больше мы используем неодевантную терапию. Очень высокие уровни полного ответа патологического. Мы не можем только на визуализацию опираться, когда мы смотрим на низкую, предиктивную, отрицательную величину и ложно-отрицательную, ложно-положительную. В МРТ это около 80%. Это недостаточно для нас, чтобы выделить тех, у которых ответ был полный, патологический, этих респондеров. И поэтому мы используем визуализацию как модальность, также образцы ткани. И все это нам в некоторых случаях позволяет измигать хирургическое вмешательство, потому что мы просто убираем эту ткань. И когда это хирургия не имеет смысла. Сейчас мы находимся в поисках различных альтернатив к этому. И это приводит некоторых исследователей к тому, проводить ряд исследований клинических испытаний. На симпозиуме по РМЖ в Сан-Анатониуме там были представлены четыре респондеры. РМШУН, РНЧБ, РАНИ, микро-триал. Вот эти клинические испытания. Прежде всего, респондер, тренер. Клинические испытания. Женщина в стадии ТА1, ТА3, ПОСНАКТ, клинический частичный ответ или клинический полный ответ. Мы, включая сюда все фенотипы, и были включены видимые маркеры, вакуумные, биопсия была. И одна стандартная хирургия на одной пациентке. Это популяция пациентов. Как мы видим, все субтипы, включенные в 79%. Это был звук гига. В большинстве случаев, в 63% случаев, используя большой игл, достаточно толстый. 73% пациентов получают биопсию с этими толстыми иглами. Для этого нужна была спецификация, потому что вы можете получить большой образец ткани. Справа, видите, полтора сантиметра длины очень толстый и несколько раз больше, чем обычная биопсия в тонкой иглы. Тем не менее, 17-80% это ложный и отрицательный этот уровень. Это очень много. И те, которые были в группе аспирации 17G, был ноль отрицательных ложных. И 51% были те случаи, которых можно было избежать. Это различные нарушения протокола, технические сбои, заболевания. Это были многоцентровые исследования. Если вы нарушаете протокол, то, скорее всего, вы нарушите протокол того, как вы будете делать это в реальной клинической практике. Еще одно исследование. Ройс Массен и Университет Техас Центр Эндерсона. 87% получали вакуумную биопсию. Ультразвук получали. И 6% это средний уровень. Но диаметр в среднем. Глаз-эспирационный был ниже. Но был гораздо выше еще уровень ложных и отрицательных. Это был неприемлемо высокий уровень ложных и отрицательных. Дальше был проведен анализ под группы. 67 пациентов исключили клиническую стадию Т1. 6% было репрезентативных выборки. Была дольковая карцинома. И был гораздо более низкий уровень ложных и отрицательных. Но все равно это недостаточно. Надо было иметь приемлемый уровень ложных и отрицательных. А для этого в будущем мы должны лучше составлять наши будущие клинические испытания. Клинические испытания АБР, 0,0, инвазивная карцинома, клинические, частичные, полный ответ. И все они получали ультразвук, под ультразвуком биопсиз, затем лопатомия. 50% неприемлемо высокий уровень ложных и отрицательных. Не важно, от 1,3,16,17. Все равно очень высокий уровень ложных и отрицательных. Это слишком высокий уровень пропущенного, невыявленного, остаточного резидуального рака. В этой группе пациенты до операции и после неодевантную МРТ получали. МРТ оценивало ответ. Было также оперативное системное лечение. И в центральной части брали тиши, ткань, и также с периферии. И дальше была мастектомия, судя по клинической ситуации. 45% был уровень ложных и отрицательных. И 13% полный ответ. Ну вот, результаты этих клинических испытаний, они очень похожи друг на друга. Мы выявляем исключительных респондеров, и в будущем, может быть, им не нужна будет хирургия. Но вакуумная биопсия по протоколу не является лучшим методом определения этих исключительных респондеров. Нам надо будет изучать в дальнейшем этих пациентов, и, может быть, что-то добавить в протоколы. Себесиджет, антивантная терапия. Это исследование имело очень простой дизайн. Пациентки с тройной неотрицательной ракомолочной груди были рандомизированы. И дальше был режим капсомоин и еще, я кажется, первичная, конечная точка была достаточное выживание. Мы к стандартной химиотерапии добавляли дополнительные лекарства. Мы хотели показать, насколько хорошо эта неодеванная терапия ложится на традиционную. И АСКО, и Американское общество изучали пациента с тройным негативным ракомолочной железы 650 миллиграмм капситабина в течение одного года. Или они также наблюдали. Здесь вы видите результаты этого клинического испытания. И выживаемость достаточно была хороша, когда в течение года они принимали капситабин. Это еще одно исследование, которое показывает преимущество, когда капситабин дается на фоне одевантной терапии. Большая группа и проведен был мета-анализ. 15, это 447 пациентов, 12 рандомизированных клинических испытаний разного уровня. Но все они фокусируются на изучении капситабина и стандартной терапии. И эта четвертая часть этого мета-анализа, она тоже показывает, что когда мы добавим капситабин к стандартной терапии, оно повышает выживаемость у пациента с тройным негативным РМЖ. Были различные умозаключения относительно использования агентов платины при лечении рака молочной железы. Наши коллеги из Польши, Бирский и Цибульский проводили исследования, которые показали преимущество режима с использованием платины при неодевантном лечении, трижды негативного рака молочной железы. И вот это исследование, которое было проведено, были пациенты с мутациями 1, 2, БРСИА, и пациенты с положительными узлами, они прообдвергались режимам с использованием платины, доксеребицины, циклофасин, и затем была проведена операция. И эти исследования показали, что нет дополнительных преимуществ, когда мы используем режимы с платинами для этих пациентов, особенно при раках с положительным эстрогеном или прогестеронным рецептором. И это конец истории, который касается использования исключительной эффективности агентств платины при раке молочной железы. Это исследование очень важное. Я покажу вам результаты. Это было крупное исследование. Там было 6 тысяч, более 6 тысяч пациентов. Они стратифицировались по клиническому, патологическому риску на основании компьютерных алгоритм, Adivant Online, или же они стратифицировались по сигнатуре 70 генов. В соответствии с геномным риском, они подразделялись с клинически низким, геномно-высоким риском, и с клинически высоким, и геномно-высоким риском. Они родомизировались в зависимости от проведения или непроведения химиотерапии. И это долгосрочные результаты для этих пациентов. И поразительно здесь, что пациенты в возрасте 50 лет и более не получали никакого преимущества от химиотерапии, если у них был клинически высокий, но геномно-низкий риск. С другой стороны, преименопаузальные пациенты менее 50 лет и 50 лет, которые получают примерно 5% пользы от химиотерапии. Но мы можем подумать об этом, потому что пациенты без химиотерапии получали только там оксифен, и не было значительной супрессии. Может быть, некоторая часть из этих 5% связана с подавлением яичников в результате химиотерапии. Это просто предположение, но отсутствие пользы от химиотерапии для боли пожилых пациентов несомненно. И фактически это исследование оказывает большое влияние на нашу практику, и оно поддерживает концепцию использования геномных маркеров для наших пациентов. И в зависимости, она нужна им химиотерапия или нет. Это фактически последний слайд. И я очень благодарен вам за ваше внимание. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если таковые будут. Спасибо. Спасибо.